Дорогие друзья читатели, сотрудники библиотеки Архангельского литературного музея предлагают вам послушать сказку одного из самобытнейших писателей XX века Бориса Викторовича Шергина. В этом году ему исполняется 130 лет со дня рождения. В Шергине видели то сказителя, то сказочника, то изосного рассказчика, то артиста, то художника-изографа. Святой и вещий баян, и монах, и летописец, всего было в нем намешано, писал о Шергине Федор Абрамов. Борис Викторович Шергин родился 16 или 28 июля 1893 года в Архангельске в семье потомственного морехода и корабельного мастера, который передал сыну дар рассказчика и страсть ко всякому художеству, а мать познакомилась с народной поэзией русского севера. С детства Борис Шергин постигал нравственный уклад, быт и культуру поморья. Еще в школьные годы он стал собирать и записывать северные народные сказки, былины, песни. Шергин-сказитель и сказочник сформировался и стал известен раньше, чем Шергин-писатель. Его первые книги «У архангельского города, у корабельного пристанища», «Шиш московский», «Архангельские новеллы», оформленные автором собственноручно в поморском стиле, представляют в полном объеме фольклорный репертуар архангельского края. «История поморья» предстает в своем непосредственном виде и в следующем его сборнике «У песенных рек». В этой книге «Север России» показан как особый культурно-исторический регион, который сыграл значительную роль в судьбе страны и занял неповторимое место в ее культуре. Последующие сборники Шергина расширяют и уточняют этот образ. В произведениях писателя обилие цитат из фольклорных текстов, пословицы, поговорки, отрывки избылин, причитаний, лирических песен небывальщин. Большинство из них рассчитаны на чтение вслух. И Шергин, знавший всю свою прозу и поэзию наизусть, до последних лет жизни нередко сам исполнял свои произведения. Сказывание было для него процессом творчества. Уникальность Шергина, неповторимость его таланта в том, что он сумел органически соединить, слить две художественные системы – литературу и фольклор. Послушайте одну из сказок Бориса Викторовича Шергина «Дивный гудочек». У отца, у матери был сынок, Романушка, и дочка, девка-восьмуха. Романушка – желанная дитятка, его хоть в воду пошли, а у восьмухи – руки загребущие, глаза заведущие. Пришло красное лето. Кругом деревни лежат белые оленьи и мхи, родятся ягодки красные и синие. Стали брат с сестрой на мох ходить, ягодки брать. Матка им говорит однажды, тятенька из-за моря поясок привез атласный, лазорева цвету. Кто сегодня больше ягод принесет, тому и пояс. Пришли ребята на мох, берут ягоду-морожку. Братилка все в коробок, да в коробок, а сеструха все в рот, да в рот. В полдни стало жарко, солнечно. У Романушки ягод класть некуда, а у восьмухи две морошины в коробу катаются, и те мелкие, и зеленые. Она издумала думку и говорит «Братец, солнце уж на обеднике, ляг ко мне на колени, я тебе головушку частым гребешком буду учесывать». Романушка привалился к сестре в колени, и только у него глазки сошлись, она нанесла нож, да и ткнула ему белое горлышко, и не пуховую постелью постилает, не атласным одеялом одевает, положила братилка в болотную жемь, укутала, укрыла белым мхом. Братневой ягодки себе высыпала, домой пришла, ягоды явила, без расклонки брала, выдать мне-ка атласный пояс. «Романушка где-ка?» Заблудился, его лесной царь увел. Люди в лес побежали, Романушку заискали, в колокол зазвонили. Романушка не услышал, на звон колокольный не вышел, только стала над ним, на болотце, расти кудрявая рябина. Ходят по Руси веселые люди-скоморохи, народ утешают песнями да гуслями, по водырю скоморохов свет вавила, и пришли они на белые олени-мхи, где Романушка лежит. Видит вавила рябинку, высек тесинку, сделал гудок с погудалом, не успел погудальца на гудок наложить, запел из гудочка голосок жалобно, печально. Скоморохи потихоньку, веселые полегоньку, зла меня сестрица убила, в белый мох положила, за ягодки за красный, за поясок атласный. Про дрожье взяла скоморохов, эко диво небывалое дело, гудок человеческим языком выговаривает, а вавила скоморох говорит, в этом гудке велика сила и угодье. Вот идут скоморохи по дороге, да в ту самую деревню, где Романушкин дом. Поколотились, ночь перележать попросились. Пусти хозяин веселых людей-скоморохов. Скоморохи, здесь не до веселья, у нас сын потерялся. Вавила говорит, «На-ка ты, хозяин, на гудке сыграй, не объявится ли тебе какого дива?» Не поспел отец погудальца на гудок наложить, запел из гудочка печальный Романушкин голосок. «Тятенька, потихоньку, миленький, полегоньку, зла меня сестрица убила, в белые мхи положила, за ягодки, за красный, за поясок, за атласный. Мать-то услыхала, подкосились у нее с колен резвые ноженьки, подломились из лакот белой рученьки, перепало в груди, ретиво сердце. «Дайте мне, дайте скорее!» Не поспела матерь погудальца на гудок наложить, запел гудок, завыговаривал. Маменька, потихоньку, родненькая, полегоньку, зла меня сестрица убила, в белый мох положила, за ягодки, за красный, за поясок, за атласный. Пала мать на пол, клубышком закаталась, и по что с печали смерть не придет, скручены душу не вынет. Сошлась родня, и вся порода, собрались, порядовая соседи, ставят перед народом девку-восьмуху и дают ей гудок. «На-ка, ты играй!» Побелела восьмуха, как куропоть, не успела погудальца на гудок наложить, и гудок поет грозно и жалобно. «Сестрица потихоньку, родненькая полегоньку, ты меня убила, белые мхи схоронила, за ягодки, за красный, за поясок, за атласный». Восьмуха сшибла погудальца о пол, вавила подхватил, достигнул девку в пояс, она перекинулась вороной, села на подоконник, каркнула три раза и вылетела оконцем. Скоморохи привели родителей и народ на болото. Вавила повелел снять мох под рябиной. Мать видит романушку, бьет ладонями свое лицо белое, а вавила говорит, не плачьте, но не время веселью и час красоте. Заиграл вавила вагудочек, а вазвончатый вопереладец и народ запел «Грозная туча накатися, в светлые дожди упадите, романушка убудися, на белый свет воротися». И летает погудало по струнам, как синяя молния. Гременул гром над белыми мхами, развеличилось облако и упало светлым дождем на романушку. И ожил дитя, разбудился, от мертвого сна прохватился, из-под кустышка вставал серым заюшком, из-под белого мхагарна стаюшком, людям на диво, отцу матери на радость, веселым людям с коморохом на славу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова